Учение Евангелия Подумай, возлюбленный, о том, что Учитель Евангелия Иисус Христос, Учитель всех Учителей и Проповедников, один лишь Он, Господь и Учитель, как назвал Его Никодим, пришедший к Нему ночью. Иоанна, 3 глава, 2 стих. «Равви, мы знаем, что Ты Учитель, пришедший от Бога». И как Сам Господь сказал о Себе в Матфея, 23 главе, 8 стихе, «Вы не называйтесь Учителями, ибо один у Вас Учитель – Христос. Он пришел в мир не только для того, чтобы искупить нас, но и для того, чтобы научить, как Он Сам говорит в Иоанна, 18 глава, 37 стихе, «Я на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине». И чтобы еще сильнее утвердить эту истину, Небесный Отец громогласно повелел нам слушать этого Учителя. «Его слушайте» – Матфея, 17 глава, 5 стих. «Но давайте внимательнее присмотримся к этому Учителю. Он, в отличие от других Учителей, учит не столько словами, сколько делами. Подумай о том, какие тяжкие труды подъял наш Спаситель для того, чтобы научить нас истине. Чтобы сотворить все сущее, Ему было достаточно сказать только одно слово. Псалом, 148, 5 стих. «Яко той рече и быша, той повеле и создашеся». Однако для того, чтобы научить нас своей воле и открыть нам сокровища своей премудрости, Он совлекся величия, приняв образ раба, как говорит апостол Павел в Филиппийцах, 2 глава, 7 стих, «сделавшись подобным человеком и по виду став как человек». И перенес все те скорби, которые всегда испытывали Учители и проповедники Божественного Слова. Что еще могла сделать для нас неложная истина более того, что она ипостасно открылась нам и научила нас истине? Иоанна, 14 глава, 6 стих. «Я есмь истина». Каким другим способом наш сладчайший учитель явил бы нам свою любовь, как не теми трудами, которые он понес? Он поднимался в горы и спускался с них, обошел своими ногами всю Иудею. На его долю выпало столько бесчестей. Его называли и обжорой, и пьяницей, и бесноватым. И все это для того, чтобы показать нам путь, ведущий к жизни. Матфея, 4 глава, 23 стих. «И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их, и проповедуя Евангелие Царствия». Какой ответ или оправдание можешь ты иметь перед Господом, грешный человек, если не веришь Его Божественному учению и не ходишь в свете Его? Иоанна, 15 глава, 22 стих. «Если бы я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха, а теперь не имеют извинения в грехе своем». Устыдись же того, что ты так долго ходил вслед за лживыми учениями мира и плоти и пренебрегал прекрасными советами божественной мудрости, предпочитая следовать советам мудрости земной, скотской и дьявольской, никогда не желая ничего выше славы и уважения у людей, не стараясь уврачевать свои чувства, свои безумные страсти и похоти, но вместо этого собирая серебро, чтобы в конце концов уподобиться ослу, нагруженному деньгами. «Тебе дан величайший дар, ты можешь слушать само воплощенное слово, те слова Его, которые хотели услышать пророки и цари, но не услышали». Луки 10 глава 24 стих «Сказываю вам, что многие пророки и цари желали слышать то, что вы слышите, и не слышали. Когда ты собираешься читать Евангелие и открываешь его, то делай это так, как будто ты открываешь небо, так как эта книга, написанная с величайшим благоговением, содержит в себе учение самого Христа. Святой Иоанн Златоуст так написал об этом в Слове Втором на Исаию. «Чтение Писаний есть отверзение небес. Читай ее так, как будто тебя учит сам Господь, когда ты читаешь его слова, то не ощущаешь никакого страха, а ведь как сильно чувствовал этот страх жестокосердый народ израильский, и не имея сил вынести его, просил Моисея». Исход 20 глава 19 стих «Говори ты с нами, и мы будем слушать, но чтобы не говорил с нами Бог, дабы нам не умереть». Задумайся над содержащимся в Евангелии учением Небесного Учителя, особенно над его нагорной проповедью, которую записал евангелист Матфей. Матфея 5 глава 1 и 2 стихи «Увидев народ, он взошел на гору и, отверзши уста свои, учил их. Исследуй следующие три свойства божественного учения – высоту, истинность и полезность». Высота учения, прежде скрытая и непостижимая для мудрецов, теперь стала явной, как сказал Господь в Матфея 13 глава 35 стих, «из реку сокровенная от создания мира». До этого времени мир считал, что он будет счастлив только тогда, когда будет обладать богатством, славой и удовольствиями. Теперь ты можешь себе представить, как удивился человеческий род, когда впервые услышал, что Господь говорит о совершенно противоположных вещах, о том, что счастливы нищие, плачущие, униженные, кроткие, голодные, миротворцы, чистые сердцем, неправедно гонимые и обвиняемые, и, напротив, что несчастны богатые, чьи сердца прилепились к благам мира, а также присыщенные наслаждениями мира, увеселяющиеся, смеющиеся, пользующиеся у людей почетом. И кто может постичь эту невыразимую высоту, присущую всему учению Божественного Евангелия? Апостол Варфоломей очень точно назвал Евангелие одновременно и малым, и великим. По словам святого Амвросия Медиаланского, Евангелие подобно пучине, в которой мы можем отыскать полноту даров. Оно, как море духовных тайн, в котором плавает таинственная рыба, Иисус Христос, Божий Сын, Спаситель. Блаженный Иероним называет Евангелие сокращенным богословием, ориген – начатком всего Священного Писания. И если все Священное Писание именуется у Августина энциклопедией всех наук, у Василия Великого – кузницей, в которой куются души и житницей духовных злаков, то насколько превосходна в нем Евангелие, завет новый, обновленный кровью Сына Божия. Евангельское учение истинно потому, что исходит оно из уст самой Премудрости Вышнего, которая есть истинна, как сказано в Премудрости Сираха. Я, то есть Премудрость, вышла из уст Всевышнего. Сирах, 24 глава, 3 стих. И хотя все люди, от Адама до скончания мира, оказываются лжецами, один Бог не лжет, но всегда пребывает истинным, как говорит апостол Павел в Римлянам, 3 глава, 4 стих. Бог верен, а всякий человек лжив. Польза учения Евангелия видна из того, что в нем учение и знание, ведущее к спасению и жизни, как написано в Луке, 1 глава, 77 стих. Дать уразуметь народу его спасение. И еще в Иоанна, 6 глава, 63 стих. Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь. Потому что они содержат все основы христианской нравственности. Они показывают нам, что добро, а что зло, и облекают нас в нового человека, сотворенного по Христу. Сравни Ефесианам, 4 глава, 24 стих. А теперь посмотри, что делаешь ты. Разве не показываешь ты своими делами, что вера у тебя совершенно другая, Когда Евангелие учит тебя теоретическим истинным и догматам веры, ты признаешь их великое достоинство. Однако, когда оно предлагает тебе практические советы для исправления твоих нравов, в тебе пробуждаются все твои похоти и начинают давить на тебя, заставляя не желать подчиняться евангельским заповедям. Итак, учти, что сказал Господь в Иоанна, 12 глава, 48 стих. «Непринимающий слов моих имеет судью себе. Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день». Свою веру нужно применять на практике, потому что теоретически «и бесы веруют и трепещут». Иакова 2 глава, 19 стих. «Вера в делах – характерный признак одних только христиан. А я покажу тебе веру мою из дел моих». Иакова 2 глава, 18 стих. «Проснись же и приди в себя, вновь зажги свою веру и любовь к божественному учителю. Раскайся в том, что до сих пор ты питал свое сердце делами, противоположными тем, которым учит Господь. Моли Христа, чтобы Он даровал тебе мужественное сердце, чтобы с Ним ты мог жить», согласно словам апостола Павла в Римлянам, 2 глава, 13 стих. «Не слушатели закона праведны пред Богом, но исполнители закона оправданы будут».